Здравствуйте туристы и милитаристы! Сегодня у нас будет разговор о розыгрышах, о первоапрельских шутках, несмотря на то, что вы будете смотреть это видео уже после 1 апреля, потому что сейчас в данный момент вечер 1 апреля. Но почему бы и нет, просто обсудить. Рассказывайте, кто из вас стал жертвой розыгрышей, насколько это были смешные или тупые розыгрыши, насколько они были добрые или злые. Почему бы и нет? Я думаю, что я это видео опубликую через пару-тройку дней, так что тема еще будет актуальна. Самый непонятный для меня розыгрыш, который сейчас нам всем грозит, это то, что... А! Нож у нас. КНВ-2 от компании Ягдкит. И сразу же говорю, Саня Григорьев, ребята, все, кто написал, что рукоять у этого ножа черная, у этого ножа рукоять темно-зеленая. Даже сейчас она может быть казаться вам черной, потому что она вот при искусственном освещении действительно очень-очень темно-зеленого цвета. Но при дневном обычном освещении она такая насыщенно-зеленая, скажем так. Очень надеюсь, что нож не подведет, потому что я сегодня буду сразу же по ходу пьесы нарезать, тушить, в общем, готовить так. Немножко я сегодня запоздался, поэтому надо... Надо в темпе вальса. В общем и целом это сделать будет. Ну так вот, самый неприкольный розыгрыш, который сейчас нам всем угрожает, это то, что YouTube начал какую-то для меня непонятную политику в отношении огнестрельных и ножевых каналов. Там, я не знаю, то ли это больше какие-то панические слухи, ибо никто так сильно не подвержен паническим слухам, как брутальные, такие твердые духом мужчины, к коим, собственно говоря, им можно отнести всех туристов-милитаристов. Так, ну вот видите, я с курицы начал. Обычно я курицу просто добиваю на деревянной доске, и потом доску тщательно мою. Но сегодня мне нужно начать именно с курицы. Я так немножко, немножко нелепо все это делаю. Ну пусть будет. Так, поехали дальше. Будем освобождать потихоньку пространство. Не хочу запачкать деревянную доску, поэтому вот так. Вот. И не то, чтобы я там прям сильно волнуюсь, но с другой стороны и волнуюсь тоже. Почему? Потому что, ну во-первых, здесь даже дело не в каком-то. Заработок свой я не скрываю, вы знаете. Я говорил неоднократно, это примерно плюс-минус 100 евро раз в два месяца. То есть деньги, ну совершенно, которые не соответствуют затраченному времени. Поэтому особо меня это не парит. Но именно сам факт того, что мы как-то так здорово с вами здесь замечательно собрались, собрались, спелись, снюхались и в конце концов у нас там, ну группа-то она никуда не денется, но с другой стороны без канала что дальше нужно будет делать. В общем, посмотрим. Пока что я никаких флагов красных от Ютуба не получил. У нас с вами, ребята, замечательные рейтинги там по авторским правам, по всем делам. То есть никаких нарушений нет. Поэтому я очень надеюсь. Так, как-то вот. Режет прикольно по курочке. А вот кончиком дважды попытался я так ее как бы вскрыть. Как знаете, вот бывает так хоп. И оба раза что-то он протупил слегка. Было дело такое. Ну, не важно. Еще я почему-то, я не знаю почему. Может потому что у меня тут не очень приятная на левой руке такая ранка, которая, ну, она не болит, она именно, знаете, вот так бывает, как тревожит. Ну, доставляет такой дискомфорт. Может поэтому я левой рукой сегодня не очень уверенно именно оперирую с ножом. Ну, так вот. И как бы плюс, не буду скрывать. Плывут пароходы, летят самолеты. Просто куча-кучная ножей в пути. И у нас, ну, действительно, вот, например, Ягдкит вышел на меня, да? Окей, давай там потестируем, сделаем обзор. Какие-то другие компании. То есть, действительно, ножей будет много, ребята. Они самые разноплановые. И все это интересно, все это здорово. И что, если сейчас закроют канал, просто I'm sorry, sir. В чем прикол? Ну, то есть, все вот эти договоренности, они все пойдут по известному органу. Ну, это вообще будет вообще не прикольно. Так. А вот когда без всяких взрезаний-вырезаний, напоминаю, нож у нас был на уличном тесте. Не сказать, что я там какую-то дикую ему нагрузку дал, но очень приятно, на самом деле, вот этот конвекс Ягдкнитовский режет. Действительно, так прям душевно сейчас получается. По филешечке, так вообще просто вот так вот, как по маслу. Конечно, посмотрим, что там покажут овощи. Но курицей я доволен. Ну, так с чего я начал? С шуток, с первоапрельских шуток. На самом деле, у меня отношение к первому апреля изменилось с возрастом и со временем. Почему? Потому что, в первую очередь, ну, какой-то жизненный опыт. Не то, чтобы я стал там убыремым, как раз таки и нет. Я сейчас объясню. Просто место розыгрыша занял троллинг. Ну, такой дружелюбный стёб над друзьями. Причём, чем ближе мне человек по жизни, тем жёстче он получает. То есть, есть люди, с которыми просто, в принципе, не получается нормально разговаривать. Я думаю, что некоторые из них понимают сейчас, о ком я вообще говорю. И почему так получилось? Потому что, понимаете, розыгрыш, ну, та же самая первоапрельская шутка, это, по сути своей, какая-то там добрая или недобрая ложь. Человек ведётся. И если у вас, скажем так, розыгрыш такой, на уровне у вас вся спина белая, то, ну, как бы, понимаете, это и не смешно. То есть, получается, что если ты хочешь действительно такого эффекта от первоапрельской шутки, от вот этого обмана, то это должен быть действительно такой, какой-то, ну, дело даже не в том, что это должен быть какой-то злой розыгрыш, но это должен быть действительно какая-то такая серьёзный замут, который не факт, что человеку это понравится. Потому что, во-первых, это, в принципе, может не понравиться, а, во-вторых, потеря времени практически всегда. А время, когда начинаешь ценить, то всё меньше и меньше хочется людям доставлять какие-то неудобства. Ну, я вам приведу пример. Самый, наверное, грандиозный розыгрыш, который вот на моей памяти был. Его и сделан не я, но и не со мной. Я просто, скажем, был наблюдателем. Это было действительно прикольно. Это было довольно-таки давно. Но, наверное, это плюс-минус, наверное, начало нулевых было. В общем, один мой коллега 1 апреля обзвонил своих знакомых, у которых эстонское гражданство было, и, ну, сказал, что в связи... В общем, он очень красиво так, посерьёзу залепил это дело всё. Он сказал, что в связи с какими-то кадровыми перестановками именно сегодня можно в порядке живой очереди прийти в российское посольство и получить абсолютно бесплатно российскую визу на год. Он это сказал по дружбе, там, ну, скажем, обзвонил кого не лень. Эти люди, естественно, подорвались, всех своих родственников на уши поставили, и в результате организовали стихийную очередь из непонимающих ничего людей около посольства. Ну, и когда вскрылось, конечно, это некоторые из них там приехали специально там из других городов, пускай не из далёких, но всё-таки, ну, там, 40 километров, 50 километров от Таллина. В общем, ну, грандиозно. Народ, конечно, матерился, но оценили. Лично я попался, ну, вот, скажем так, я говорю, когда люди не хотят именно до конца тебя троллить, идти, скажем так, до последнего, вот так вот, жёстко, всё равно в какой-то момент понимаешь, что это шутка, и не ведёшься. Причём я особо никогда не запоминаю, что это 1 апреля, не 1 апреля, потому что, скажем так, коллективы, в которых я работал, там, в принципе, 1 апреля был круглый год. То есть реально издевались, измывались, как могли друг на друга. Ну, скажем так, это было по-дружески, но достаточно зло. Вот, посмотрите, как я быстренько раскидал корочку. На самом деле, вот, чем меня этот конвикс добивает? Тем, что он по виду реально выглядит, как, ну, он не выглядит так остро, скажем так, как традиционная какая-то режущая кромка. А по курице мне понравилось. Не чувствуется, что нож, не чувствуется, что нож такой именно ломовитый. А по факту там, по-моему, 5,2 или 5,1 миллиметров. По факту он действительно ломовитый. Ну, вот, я поставил нашу курочку тушиться на такой, ну, не сильный, но и не маленький огонь, чтобы она немножко у нас успела дойти. Что хотел сказать? Хотел сказать, ребят, что сегодня у нас, вы же видите, мне когда советуют на тестах тут разобрать тушу лося у себя на кухне, или еще что-то сделать, я, конечно, над этим прикалываюсь, но вся, как бы, вот загвоздка в том, что я никогда этого не скрываю, я все, что я делаю на тестах, я это ем. Ну, то есть, сегодня вот у меня получилось так, что не будет белого лука, и не потому, что я бы его с удовольствием, на самом деле, порезал бы в курицу, а просто единственная луковица, которая у меня была, она просто умерла, от какой-то там неизведанной мне болезни, а красный лук я в тушение, в супы, в жарку никогда не добавляю, не потому, что он там невкусный или еще что-то, а потому, что он дает такой мерзкий, реально мерзкий цвет, что это потом невозможно есть. По поводу картофеля, который мы сейчас, конечно же, будем разрубать, иначе никак, все-таки обувь дает все знать. Я могу сказать, что это вообще какое-то диво-дивное. На самом деле, я вообще не ожидал. Я думал, что сейчас будет как-то ни шатка, ни валка, но строгает нож и строгает. По факту, он чистит очень хорошо. Он прям действительно, ну, очень легко идет клин. Единственное, что затрудняет мою работу, это я... Ну, кто видел вот это вот первоапрельское мое видео, в конце, я буквально тут, когда, позавчера получается, да, решил оттестировать мочетину от Экстрема Рацо, и почему-то мне привиделся такой классный эффектный кадр, когда будет накачанный футбольный мяч, и я со всей своей силушки богатырской просто мочете разрублю этот мяч, именно, что он пополам разрубится, что это будет очень круто. Я не знаю, почему, но на самом деле именно из таких ошибок веселых и состоит наше тестовое бытие. В общем, кто видел, я просто подбежал, со всей силы долбанул мочительный по этому мячу, и у меня просто отпружинило, реально, во-первых, я чуть в лоб не получил, и, во-вторых, я капец как нормально травмировал себе предплечье. То есть, я сейчас вот то, что я огромное чудо картофелину чищу, возможно, я не знаю, вы видите, нет в кадре, возможно, у меня даже рука правая дрожит, потому что действительно, я думаю, что ну, эта травма, это вообще обычное дело. Куда деваться? Что порезы, что какие-то травмы там в спортзале, например, поэтому но пейн, но гейн, и так всю жизнь. Просто сейчас это возможно вот именно на весу, вот так видно. Сейчас будем резать на доске, и все будет зашибись. Очень нравится, как нож работает. На самом деле, я удивился, потому что я думал, ну, нож по мотивам, нож по мотивам, что там ожидать? Во-первых, он в дерево, как горячий нож в теплое масло. Просто какая-то была, ну, реально, какое-то чудо, как он строгал. Ну что, послушаем. Да не так все неплохо, нормалек. На самом деле, я начинаю проникаться, потому что к F1 я отношусь, ну, без особой любви, без особого такого почитания, здесь, ну, ни одну не расколол, нормально, именно разрезал, с хрусточком, но разрезал, не расколол. Посмотрим, что будет дальше. Все больше и больше проникается. Ну, так вот, и как же там надо мной пошутили? Была, была одна же такая шутка, работал я в одном учреждении, ну, я знал, что где-то там в Поднебесье есть некто, товарищ, не буду называть его имя, которого все боятся, который занимается, скажем так, тем, что увольняет нерадивых работников, ну, именно, когда за дело есть. Я совершенно спокойно к этому относился, хотя о нем именно говорили там прям Зевс громогласный. По луку я могу сказать, что то же самое ощущение, когда это небывалая нереальная легкость именно работы самой. Нож увесистый, чувствуется. Ну, не могу сказать, что рукоять у него прям кухонная. Но это какая-то пипец, это нужно просто тогда, значит, просто взять какой-нибудь нож. Вот возьмите на вооружение, мужики, те, у кого руки растут не из жопы. Возьмите какой-нибудь нож, ломик, и именно по этому принципу заточите. Чуть тоньше, чем обычный конвекс. Я объяснял и на сайте, кстати, компании, у них даже рисунок есть. Я объяснял, как они делают это на обзоре, потому что это действительно стало очень интересно. Эх, ладно. Гулять-то гулять. Подумал просто, зачем мне столько огурца сегодня на вечер глядя. Ну, вот так вот не очень ровно отрезал. Ну, так вот, и я даже не знал, ну, как бы я знал, что вот он где-то там есть, и ладно. Ну, я один раз занимаюсь своими делами, звонок. эстонский, я тогда знал, еще так слабовато. Ну, представляется именно вот именем этого человека и говорит, если не затруднит, не могли бы вы сейчас подойти. Я говорю, конечно, нет проблем. Сам про себя так, на всякий случай, я понимал, что косяков нет, но на всякий случай просканировал, нет, ну, как бы все ровно, все четко. В этом плане мог даже в каком-то смысле с собой гордиться. Нормально работал, без каких-то проблем. И тут он говорит такую фразу, которая, ну, она как бы довольно такая всеобъемлющая, когда он говорит, что возьмите, пожалуйста, мы назовем это документацией. Возьмите, пожалуйста, всю документацию с собой, оружие и, ну, в общем, все, что полагается в таких случаях с собой взять. И тут меня это прям взъебнуло. Почему? Потому что, опять же, несмотря на свою молодость, я совершенно четко понимал, что нечего мне у него там делать. Я говорю, хорошо, кладу трубку, начинаю собирать там бумаги все свои и уже на выходе мне перезванивают, оказалось, что надо мной подшутили. И обычно я отношусь к этому совершенно нормально, но вот это, наверное, был единственный случай, когда я реально выбесился. Прямо вот по-настоящему выбесился. Почему? Потому что это было даже дело не в нервах. В этом плане я вообще не парился. Это было просто убитое время. И вот после того случая, пожалуй, можно сказать, что я перестал над людьми вот так вот прикалываться. Вот в таком плане. Почему? Потому что именно ставлю людей на свое, ставлю себя на их место, и я бы не хотел какие-то там вот эти вот какие-то моменты, ну, может быть, опять же, у кого-то какие-то переживания будут. В общем, огурец зачетно. Давайте резать помидорку. Я немножко нахожусь в таком недопонимании. вот когда говорят, что линза это хорошо для дерева, там, пятое-десятое, ну, это хорошо, я понимаю. Но он по продуктам, он не выглядит, вот, я понял, в чем заключается затыка сейчас у меня в голове, в том, что нож, ну, вообще не выглядит скальпельно, режет он просто потрясающе. Просто потрясающе. Это действительно походная кухня на самом, что ни на есть, суперском уровне. И весь еще прикол в чем? В том, что при этом он ведь и деревях устрогает, как волчина. то есть по большому счету ну, это офигенный нож. Единственное, может быть, он и так на сантиметр, по-моему, длиннее, чем F1, но, может быть, я бы еще один сантиметрик добавил бы ему, ну, просто, может быть, для того, чтобы какие-то расширить круг задач, хотя, с другой стороны, я вот сейчас все же нарезаю, и там для батонинка коротковат или для рубки, так вы ни при каких раскладах в нормальном сознании не будете ни батонить, ни рубить, правильно? Кстати говоря, конкретно этим ножом, с учетом того, как он четко отработал по дереву, им гораздо проще любую деревяху, несмотря на его внушительную толщину, им гораздо проще любую деревяху просто прострогать. Получится, ох ты, какие-то королевские у нас сегодня папричные шматочки. И да, 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 вот оно и есть. Вот тут до этого два раза было так, что он не проскользнул, не затупился, но именно с первого раза не зацепил, просто потому, что, наверное, я слишком ее так и задрал. Потрясающая хрень. Совершенно, при этом, ну, я честно скажу, что он довольно неказистый на вид. Ну, как? Ну, обычный. Респектоз, это было приятно, я еще думал, какой нож выбрать, для того, чтобы, ну, под настроение нормально все было. А вот, оказывается, его и надо было выбирать. Ага, давайте-ка мы, знаете, что сделаем, давайте-ка мы еще там в курочку немножко порежем, помидор. В общем и целом, особо как-то я сам не участвую, я говорю, у меня постоянно идет какой-то вот пранк со стороны моих друзей, и я их постоянно троллю. Это вообще не прекращается. Вы не представите съездить, например, в Германию в одной машине с Павлом Вальдемарчем и Андреем Борисовичем, ну, какие-то издевательства, они просто не прекращаются ни на секунду. Причем, как, ну, мы все дружим против друг друга. То есть, я с Борисовичем издеваюсь над Пашкой, Пашка с Борисовичем издевается надо мной, мы с Пашкой издеваемся над Борисовичем. Это совершенно нормальная такая тематика. Единственное, ну, обычно, когда над тобой насмехаются, нужна какая-то, скажем так, ну, причина для этого, правильно? Для насмешек должна быть какая-то пища. сейчас мы немножко это все дело, ребята, с вами потушим. Сделаем такой сметанный соус и под конец все это дело добавим добавим кабачков. А кабачки мы сейчас с вами порежем заранее. И должно получиться довольно прикольно и не калорийно, но при этом белково. белково. Так вот, и Борисович, и Паша, они надо мной ну, скажем, постоянно врубают каких-то дембелей в том плане, что я, безусловно, меньше их разбираюсь в огнестрельном оружии или в каком-то там снаряжении. Кстати говоря, вот тоже написал один Камрад, что не боишься ли ты, что тебя сейчас забанят, потому что у тебя идет реклама как бы магазина оружейного. Ну, что я могу сказать? Мне интересно вот эта сама по себе политика, кем это продавлено и что за этим стоит, почему? Потому что ну, YouTube уже зарабатывает на новых видео. В чем проблема? Вот, не понимаю. Вот, и они, конечно, находят повод поприкалываться в этом плане надо мной, что я такой весь, как будто бы чуть ли не юный и не опытный. Ну, зато, когда дело начинает касаться ножей, там я им объясняю очень быстро на пальцах, кто здесь по-настоящему ни хера не разбирается ни в чем. В общем, и в целом, пишите о шутках, пишите о том, как вас разыграли, как вы кого-то разыграли. Может быть, скажем, так как у нас сообщество не особо широкое, скажем, узкий, интимный круг близких таких единомышленников, может быть, ваши какие-то шутки возьмут на вооружение ваши товарищи по ножевому сообществу, чтобы поиздеваться над кем-нибудь там на гражданке. Спасибо за просмотр. Что-то я, честно говоря, с этого ножа подофигел слегка, потому что я не ожидал такой прыти. Я внутри себя, глядя вот на него, заготовил какие-то, знаете, ну, сдержанные, ну, я думал, что я так буду сдержанно говорить, ну, все-таки это же, это же все-таки, ну, походный нож, это же все-таки не кухонек, пятое-десятое. Да нифига подобного. На самом деле порезал все просто, ну, просто суперски, бомбезно порезал. Ну, реально. По овощам так, ну, так и по курице вопросов не было. В общем, скажем так, я даже не знаю, рекомендовать присмотреться, но я рекомендую присмотреться, потому что действительно я был очень приятно удивлен. При этом как-то, в общем, я понимаю, что я уже тупить начал реально, потому что действительно от такой геометрии, от такого обуха, я такой прыти, и именно вот по виду он выглядит, как будто нож, который, блин, не точили, я не знаю, там, 20 лет не точили. Вот поэтому такой вот залинзованный, а по факту он охренительно. Поэтому огромная просьба, у кого руки не из жопы растут, заточите, пожалуйста, в линзу какой-нибудь ломик, чтобы посмотреть, что у вас получится. И еще лучше на эту тему снять видео в гостиную к нам, чтобы все увидели и поняли, что же это за чудо такое. Спасибо за просмотр. Я и КНВ-2 с темно-зеленой рукоятью прощаемся с вами до следующей встречи. Увидимся, ребят. Очень надеюсь, что наш канал там не забанит никто и не заставит какие-то видео залять. Продолжение следует...